Привет! Я решила сделать для вас полный ролик про Светиных родителей. В этом ролике вы узнаете, что было еще до рождения Светы, кем были ее родители, почему они уехали, откуда взялся Лерой, и что случилось со старшей сестрой Светой Алисой. Так что усаживайтесь поудобнее и смотрите полный ролик. Это случилось очень много лет назад, тогда еще не было ни Светы, ни Кати, ни даже Алисы. Одна молодая пара заселилась в новую квартиру. Ее звали Люба. Но ее молодой муж звал ее Ласкова. Любаша, давай сумку. Тебе нельзя носить тяжести. Именно. Ведь уже тогда... Появление на Свет ждала ее первая доченька Алиса. Его звали Петр. Он был ученым-исследователем, и раньше они много путешествовали. Мне нравится эта квартира. Уверена, мы будем все счастливы. О, как же она ошибалась. Петр целыми днями пропадал на работе. Люба оставалась дома совсем одна. Но ей постоянно казалось, что в доме есть кто-то еще. По ночам она просыпалась от шороха, словно в доме кто-то был. Спустя три месяца на Свет появилась их дочка Алиса. Люба часто убаюкивала ее, напевая песенку. Как нас с тобою серый ком в станях на месяц увезет. Когда Алиса засыпала... Люба тихонечко убегала на кухню, чтоб попить чай с мужем. Петр, не нравится мне эта квартира. Здесь словно кто-то еще обитает. Я не замечал. Но когда мы сюда переехали, на нас свалилась целая гора неудач. Давай переедем. Люба, мне очень жаль. Но на это сейчас совсем нет средств. Вдруг из комнаты донесся плач маленькой Алисы. Покинулась. Пойду ложу. И через секунду раздался ее крик. Петр рванул в комнату. И увидел свою жену всю в слезах с младенцем на руках. Что случилось, Люба? Я видел его. Он стоял у колыбели нашей малышки. Кто стоял? Я не знаю. Черный силуэт. Он сразу исчез. Прошло шесть лет. Алиса уже подросла. И вот уже вот-вот. На свет должна была появиться вторая дочка. Катя. Петр и Люба все еще жили в той же квартире. Их все еще преследовали неудачи. Однажды, когда Петр в очередной раз ушел на свою работу, Люба шла на кухню. И вдруг услышала, как Алиса с кем-то разговаривает в комнате. А почему ты не уйдешь? Нет, это наш дом! Люба в ужасе вошла в комнату. Но Алиса там была совсем одна. Ты с кем говоришь, доченька? Спросила она дрожащим голосом. С дядей. Он говорит, что здесь живет. Но ведь здесь никого нет. Милая, ты шутишь? Но как же? Вот он стоит. Люба была в ужасе. Она хотела уехать, но уехать им было некуда. Спустя неделю на свет появилась еще одна дочка. Катя. Мама, это моя сестренка? Да. Тут Алиса неожиданно замолчала и уставилась куда-то в угол комнаты. Люба заметила это. Посмотрела в ту сторону, но никого не увидела. Ты что, доченька? Там дядя стоит. Что он делает? Улыбается. Рад сестренке. Люба прижала Катю к себе изо всех сил. Он не навредит твоей сестре. Нет. Этой нет. Он добрый. Люба вздохнула с облегчением, а потом задумалась. Что значит этой? Не знаю, он ушел. Так, вроде бы счастливо. А вроде бы. И в невезении они прожили еще пять лет. До того самого дня, когда их жизнь полностью изменилась. Однажды в дверь к Любе постучали. Ой, здравствуй, Любаша. Это была соседка с этажа ниже. Привет, Галочка. О, ты уже скоро? Да. Марком назовем. И мы тоже мальчика ждем. О, жаль. А то поженили бы. А, точно. Я тут. Ты мне сахар не одолжишь? Конечно. Люба дала ей сахар. И да, уже собиралась уходить, как. Тут в подъезде бабка ходит. Чудная. По руке гадает. Все сбывается. Соседка ушла. Люба только закрыла за ней дверь. Как вдруг снова раздался стук. Люба открыла. А там старуха. Дай ручку, погадаю. Нет, нет. Давай. Старуха схватила Любину руку. И начала всматриваться в нее. Потом молча посмотрела на Любу. Что вы увидели? Пусти меня. Милая, кто там пришел? Я не знаю, это... Старуха, я... Долго же я вас искала. Старуха уселась за стол. Хорошая у вас квартира. Эта квартира ужасна. Как только мы в нее переехали, на нас свалилась гора неудач. Мы продадим ее и переедем. Как только малыш родится. Не малыш, а малышка. У нас будет сын. Мы назовем его Святослав. У вас будет девочка. И лучше назовите ее Светланой. Родители замолчали в изумлении. Старуха отпила чаю и продолжила. Нельзя вам продавать эту квартиру. Младшая должна в ней вырасти. В этой квартире что-то живет. И мы в ней несчастны. С этим я помогу. Старуха встала из-за стола и достала из-за пазухи кусочек мела. Дай табуретку, Петр. Затем залезла на стул. И над каждой дверью что-то начирикало мелом. Когда старуха наносила заклинание над кладовкой, раздался голос. Забереть меня решила. Это временно, пока младшая не подрастет. И сама не сотрет надписи. Сам виноват. Зачем пугал их? Когда освободит тебя, помогать ей станешь защищать. Я ведь не от всех защитить смогу. А демона не уберегу. О нем я сама позабочусь. И злой дух растворился в стенах квартиры. И уснул на долгие 13 лет. Все, с несчастьями покончено. Сейчас заживете. Кто это был? Злой дух. Надо было с ним подружиться. Не было бы проблем. Тут на кухню забежала Алиса. Мама, там Катя бьется. Алиса, не мешай нам. Ладно. Алиса, с ней будет худо. Что? А Алиса тем временем не ушла в комнату. А стояла за углом и подслушивала. Помогите ей. Я не могу ей помочь. Ей помочь может только она сама. Тут старуха вскочила из-за стола. И вытащила Алису из-за угла за ухо. Ай, пусти. Твое любопытство тебя и погубит. Слушай и запоминай. В канун Нового Года никогда не пытайся подсмотреть, кто приносит вам подарки. И не трогай белый камень. Поняла меня? Мама, она сумасшедшая. Так, все. Уходите отсюда. Алису вы не спасете. Уходи прочь. Милый, постой. Но Петр выгнал старуху из дома. Это все глупости. Все будет хорошо. Тем более у нас родится мальчик. Все ее слова ложь. Но через пять месяцев у них родилась девочка. Сразу после визита старухи, дела у Петра и Любы пошли в гору. Малышку назвали Светой. И она была здоровым ребенком. Но Люба места себе не находила. Она боялась за своих детей. Алиса, пообещай не быть такой любопытной. И спать все новогодние ночи. Мама, ну это бред. Света проснулась. Убаюкай. Тише, тише. Как нас с тобою серый год В санях на месяц увезет. Милый, привет. У меня хорошая новость. Переезжаем жить за границу. Всей семьей собирайся. Но ведь старуха. Да забудь ты о ней. Но Люба верила словам старухи. И каждый день ждала, что да, придет вновь. И вот однажды в дверь постучали. Люба открыла. Это была старуха. Я вас так ждала. Знаю. Петр хочет переехать. Не давай ему. Уедете позже вдвоем, когда Катя повзрослеет. Или Алиса. Но старуха промолчала. Я верю, что Алиса нас послушает. Ну почему Свете нельзя переезжать? Потому что она не везучая. А в этой квартире найдутся друзья, которые ей помогут. Ну кто, например? Вот, есть тут одна. Кукла? Это не простая кукла. Что ж, давайте я передам. Нет. Рано еще. Она сама придет за этой куклой. И купит ее у меня. Ладно. Все, мы уходим. Подожди-ка. Я зеркало это заберу. Почистить его надо. Но... Не переживай. Потом Катя купит его у меня. И подарит Свете. Старуха уже уходила. Бывай. Эй, а если Света выберет не меня? Тебя, тебя не переживай. Ну что, как вы уже поняли. Свете нельзя было съезжать из этой квартиры. Только потому, что в этой квартире был Лерой. И в итоге потом было еще очень много монстров, которые Свете помогали. А все потому, что она безумно невезучая. Но вы помните момент, в котором Лерой говорит. Я смогу уберечь ее от всех, но от демона не уберегу. И Старуха сказала, что я позабочусь об этом сама. Даже она имела в виду. Я не буду раскрывать вам этот секрет, потому что очень скоро сниму ролик. И вы узнаете, что же Старуха имела в виду. Если в ролике было что-то непонятно, то пишите в комментариях свои вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!